так здрасте всем ребята начинаем по чуть-чуть стрим сейчас будет года отборочный номер 3 возможно и вечером что-то еще будет я видел там есть турнира царь горы быстро и т.в. так все тут перезапущу а а а а а а а Так, вот, ну все запустилось, вроде все нормально. Сейчас одну игру сыграю, я думаю, за террасы кафе. Так, а че за каналом? Медоед, Басич какой-то, не знаю, кто это такой. Что происходит? Есть? Коопат? Резель готов. Сознался даже, что протас, товарищ. Ну, с протасом тяжело будет. Это стоп водоняк. КСМ готов. Выкушу. Что происходит? А? КСМ готов. Наши КСМ атакованы. Что стряслось? Эй, что происходит? Коопат? КСМ готов. КОПат? КОПат. 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 Улучшение командного центра завершено. Так, скорочью надо. Улучшение командного центра завершено. Улучшение командного центра завершено. Улучшение командного центра завершено. Так скажешь. Брось с дороги! Кто на новенького? Вооружу! Что стряслось? Давай, удиви меня! Я убежал. База атакована. База атакована. База атакована. База атакована. Я убежал. Р optimism. База атакована. КОНЕЦ КОНЕЦ ТВ ЛЗ ЧТО БИГИ ЧТО ЧТО Бегу, марш! Режим готов! Ложись! Режим готов! Брось на ноги! Пару! Выкладывай! Вижу, всё по-взрослому! Кому! Режим готов! Разработка завершена! Заставим, ответил кто на новенького! Режим готов! Так, ну отбился еле-еле, блин, но... Чё дальше, вот я даже хв. Режим готов! Режим готов! Режим готов! Режим готов! Кому навешать! Режим готов! Время действовать! Режим готов! Режим готов! Куда он пришёл вообще? Разработка... Куда это всё шло-то, я чуть не понимаю, неужели он не прокси это делал. вот кому наверх приказ давай в режим году что происходит там прития уже ложись вьет с трудовым подвигом готово и не не а а и и и и и Сверху откуда приходит-то всё откуда-то. Сверху откуда приходит. Сверху откуда приходит. Сверху откуда приходит. Сверху откуда приходит. Так сюда летим дропом. Сверху откуда приходит. 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 На самом деле, в той игре я просто бункер не вычинил, там нищенский пуш был какой-то, и нельзя просто давать так говнокушам таким тиранам себя убить. Это бомжовство с моей стороны было, там просто сталкеры даже без блинка были. Плюс, короче, кривая точка сбора у меня была, ну много там косяков. Думаю, что надо нечто подобное сыграть, потому что со стимом побыстрее можно закончить игру и уже к квалификации переходить. Субтитры делал DimaTorzok 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 И что? улучшение командного центра завершено блин, а от него кмарикам тяжело будет эту ову разбить блин, а вот это вообще речаль, конечно, что сейчас происходит блин, бас походу тут что ли блин, блин, блин блин, да похуй с ТЦ их синхронизировать, с чего за дела, блин? блин, 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 блин. Субтитры делал DimaTorzok 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 Здесь уже морпехи есть. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так, надо бы еще бариков добавить бы сейчас маленько. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Да, ну короче, да? Ничего себе ты такой бодрый Месторождение минералов выработано Так, надо здесь бы сейчас еще сразу Улучшение завершено Улучшение командного центра Месторождение минералов выработано Наши ТСМ атакуют Наши ТСМ атакуют Что-то я как-то тут развалился в калне Давай, удиви меня Вижу все по-взрослому Пристройка завершена Кто на новенького? Есть, ты, нападет Время действовать Улучшение команды Бегом, марш! Ложись! Разработка завершена Пошло, поехало Так, ультралиски там Мне надо очень много танков Здесь, короче, тогда Месторождение минералов выработано Месторождение минералов выработано Улучшение, месторождение минералов выработано Полный вперед! Куда стрелял? Месторождение минералов выработано Улучшение справа Улучшение завершено Наше ТСМ атакованный Потому что Месторождение минералов выработано Наша тсм атакована Месторождение минералов выработано Полный велик�� ТСМ мы Vanderbilt Они сделаем У меня есть,o aids для неудки Я че, зачем охренела что-ли, я че не понял Месторождение минералов выработано Сейчас рванет Хочу! Так, я и понял, что груды будут у нас тут заходить Улучшение завершено Веспеновый дизер иссяк Что такое? Сколько можно? Заставим Так, ну что, подрался пёс Есть Сделать Вооружён Я! Прикат Нет Там Прикаты будут Торсите Громор Воружение Давай, удиви меня Вижу всё повзросло Даёшь трамбай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что теперь? Кто-нибудь вытащит меня оттуда? Ну, наконец. Браво. Бой или домой. Приказ есть работёнка. Садись. Я не продержусь в одиночку. Вооруж... Кому приказы будут? Задавим их вооружёнку. Керк! Так, ну, наш вы лезете-то, блядь, ой, ой, ой. Крискеновый гейзер. Крискеновый гейзер. Крискеновый гейзер. База атакована. Месторождение минералов выработано. Да, это, конечно, плохо то, что сейчас происходит. Чуть-то там ультры много как-то слишком. Месторождение минералов выработано. Задавим их, я уже застряснуваюсь. Вару, давай. Чего, пугай? Задавим. Что стрякло? Ну да, конечно. Приказы будут. Я уже заждался. Есть, нет. Задавим. Кому навеку. Давай. Кому навеку. Чего-то как печально все здесь. Ну ладно. Идем на турнир. Как-то прям он много всего строил. Для 5-ти КММР прям удивительно. Ну ладно. Я, конечно, после того, как законтролил, пошел в контратаку. Я понимал, что должен быть прирост. Но я поспешил, короче. И надо было отступить назад. И все тогда было прекрасно. Но я что-то вперед поломился. И в итоге по частям отдался. Ну вообще весело побегали. Так, ну что. Ну что, ну что. Сетка нужна. Привет всем, Фантик. Постоянно мне еще технологий-то не хватает. Так, ну что-то. В принципе, я не смогла прикрыть. Так, ну что-то. Так, ну что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Здарова всем, ребят! 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 Давайте сетку глянем, ребят! Всех рад видеть! Еще раз я вас... Говорю я вам! Вот! Года квалификация у нас сегодня! Ну что же, смотрим, что здесь происходит! Култи Алекс 007 Каскух здесь сверху бьется! Кстати говоря, я все это просрал, за что сам играл Димага я снизу, Томми Ганулу, Блю Чиз, кстати, это европеец Хеллрейзер, возможно, Блю Чизом будет играть. Стрэндж здесь присутствует, Скрк, кстати, возможно, он будет играть, если Миндаль не выиграет его каким-то образом там. Ну что же, интересная сетка, короче, сейчас... Сейчас будем приступать к прорыву игры вообще над Team Liquid. Да, стрим сейчас не забуду, прикрепить меня твич-то вообще идет. Да, идет твич, все норм. Надо было не играть второй раз, ФП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здорово, ЗеркТВ1ЛАВ, здорово, Хэрэйзер. Здорово, Горной. Здорово, Горной. Здорово, Горной. А, к Милке гоу. Так а чё Милк там ждёт? Чё-то 8 минут уже, не знаю. Hellraiser сейчас доиграет. Просто как бы там не сильный игрок. Он будет с Блючизом играть. Это неплохой тиран, насколько я помню, европейский. Субтитры сделал DimaTorzok Куровир поддержал ваш канал на 127 рублей. Так, спасибо, Куровиркач. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, как наш Шторева считает меня одним из трёх неадекватов Не, ну конечно лучшая защита это нападение, но к сожалению Весь пьедестал уже занят им только одним, потому что он слишком Слишком неадекватен, поэтому я максимум четвёртая могу быть. Конечно, дегенераты считают, что дегенераты другие почему-то. Ну вот это современное россиянство, к сожалению, называется. Это вот так вот. Ну да ладно, оставим эту тему, короче, ребят, давайте не будем. Давайте не будем. В этом завтра финал Росбрэнкапа, уже призовые залиты. Отлично, всё отлично завтра всё будет. И вообще эту тему закрывать на... Отлично. 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 için São dei, почему? Всем пока всё. В общем, это produção из того, что вам ter sauve 주세요. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, короче, ребят, я вышел... Хеллрейзера подождем, потому что там пацаны уже начинают не первая игра, и там... Мэджик стримит, я думаю, имеет смысл другой матч застримить сейчас... У Хеллрейза 6 минут по игре я не думал вообще... Продолжение следует... 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 Будут ли в этом году разборки с дагестанцем? Продолжение следует... Посажены, отвезены в степи Казахстана все ребята... Ну, я имею ввиду, которые кипишили в том году. В этом году ничего не будет такое, но... В этом году зато ГГ года скоро будет, ребят. Что-то я из-за этого ФП... Что-то я в этом году, признаться честно... Вообще, после вот этого ФП мне никуда не попасть сейчас пока. А, вот. Продолжение следует... Так, ну что же... Все, Hellraiser score... Опа! Прыгаем в игру, ребят. Первая карта вы сейчас увидите, блин. Сколько много лишнего будет, конечно, в записи. Ребят, для тех, кто в записи будет смотреть, сразу извиняюсь. Но... Что-то у меня бомбанул пердак. Потому что я первую карту ФП... ФП проиграл первую игру. Я решил вторую сыграть. Проиграл, конечно же, вторую. Кульшка бомбит лучше, но... Не спешить, ничего не делать. Кстати, там прикольно. Достаточно с Зергом побегали, а Тираном Фуфан играл. Вот. Как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Рстрэндж интересно, но Hellraiser Blue Cheese, я думаю, поинтереснее. Потому что это не зеркалка, это ПВТ, ребят. Вот он Blue Cheese, по-моему, он... Какой-то из бывшей Югославии игрок. Какой-то из бывшей Югославии игрок. Так. Так, сейчас, короче, ребята. Забыл я лого поставить. Так, это не то изображение. О! Отлично, Яндекс, напоминаю. Спасибо, Яндекс, тебе за напоминание. Просто туриков много, у меня там логотипов много наставлено. Здорово всем, ребята, еще раз. Пильну рекламку. Запись идет. Не надо ставить, потому что выложу я на Ютуб все это дело. Вот. А вы помните про блог и про поддержку. Естественно, мы меняем его канал. А всем спасибо, кто поддерживает. В общем... Блючис против Хеллрейзера. Хеллрейзер наш игрок украинский. Вот. Очень неплохой процесс. Последнее время неплохо выступает. Блючис тиранчик европейский. Я уже подзабыл с какой-то стороны. Если честно, по-моему, из... Македонии... Не, не Македонии точно. Словении, по-моему. По-моему, из Словении. Нет, я не Словак, он из Словении, по-моему. Я по-моему сейчас даже найду. Кстати, Юр, знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, что надо бы, когда вот на Ликвипедии появляется турнир, там, ну вот, жмешь ссылка на сетку официальную типа, и там просто ссылка на турнир. Потому что пока сетка не сделана, на нее ссылки нет. Надо бы вот отдельно туда сетку вставить, чтобы уже тыкали и прям переходили туда, как бы, на сетку. Потому что, иначе, ну, можно не понять, что к чему. А, это Старбак, это Старбак, точно. Это Старбак у нас. Опа, пуш от Хелл Рейзера идет, Блю Чиз нашел, это минус сталкеров. Просто пачка гигантская, это печально вообще. Словак, да, Словак, ты был прав. Ребята, пока я, короче, пока я смотрел, кто такой Блю Чиз, он уже убил с Хелл Рейзера. Как так вообще? Сегодня мастер-стрим прогорелся врывом в начале турнира из-за ФП. Хелл Рейzера слой. Хелл Рейзера слой. Слово. Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, ребят, все, больше отвлекаться не будем. На словаков, блин, словак отвлек меня. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, чё-то блючист-то не идёт сюда, чё он не идёт? Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Алекс там култси выиграл с Mario Alex 007. Я имею ввиду, пишут чатики. Неожиданные результаты. Не скажу, что сенсационную, но прям норм. Коу Касл катал 2-0, вот даёт. А Дрейнарина-то кто вообще такой, кстати говоря? А, ну это наш игрок. Крстренчта бьётся. Клэйдер, блин, щи с этим упаётся, да Крстренчта. Крэйдер, блин, щи с этим упаётся, да Крэйдер. Крэйдер, блин, щи с этим упаётся. Тук-тук-тук. Ребята, посмотрите, что здесь за чудо-билд. Здесь ведь у нас... Здесь ведь у нас товарищ Блючист. Так, проверяет Хеллрейзер, нет ли на мейне что-нибудь. И буквально за миллиметр до барака вообще не заметил. Вот Риппер летит и видит пробкой Хеллрейзер, что здесь Риппер летит. Пробочка одна живёт. Сейчас упадёт, а надо пытаться вот сюда бы выехал бы вбок. Чё-то Хеллрейзер затупил вообще. Да, я вижу, что Алекс выиграл култи. Я посмотрел в чат турнира и случайно туда посмотрел. Я даже не понял поначалу, что это чат турнира. Я увидел, что у Алекса об этом пишет. Не может фокуснуть. Смотрите, дамаженного того, потому что он сныкался за других. И выжил в итоге этот рабочий. Здесь КСМ-ка за пробкой тоже бежит. Риппер ещё один готов, но куда он денется сейчас? Здесь Зилок приходится. Смотрите, сталкерам тоже надо сразу сзади. Вот реально хочу вам сказать, что если такая хрень происходит, сразу же бегите сталкерам сзади всегда. Нужно за газ сюда встать. Между минералами Зилотом. Чё он вот это вот за урывки, чё он там тыкает ножом, что ли, всех? Чисто от пуза, что ли, я не понимаю. Как будто не бьёт, а какие-то тычки непонятные сделал. Риппер, ой, этот Зилот сейчас. Пока Риппер не прилетел, всех задемажил. Чё-то Хеллрейзер ничего не убил. Давай, братан, ну убейте чё-нибудь, ё-моё. Смотрите, сколько дамага нанёс этот Зилот. Это просто жесть. Здесь могло бы погибнуть не два, а четыре-пять рабочих. Так, естественно, есть задержка. У меня по дефолту она со вчера стояла, только вот я не знаю какая. Наверное, 90 секунд, скорее всего, потому что вчера я 90 ставил. Так, минус Риппер, но пробку. Убил чертяга, делается блинк. Есть батарейка, нужно робо. Кстати, бандшафт прокси, между прочим, у Блю Чиза. Так, минус ещё сталкер один Хеллрейзер. Ребят, последняя квалификация, четвёртая, будет в следующую субботу. И напомню вам, что только для СНГ она будет, поэтому приходите участвовать. В следующую субботу обязательно тоже. Не упустите шанс побороться за основной приз, соответственно, Турика. Да как он умедряется принять прямо. Банша прилетела. Три сталкера здесь есть. Как же батарейка вообще помогает? Дичь просто какая-то. А здесь на второй базе даже рабочих нет у Хеллрейзера. Так, зато ублю... Так, Баншу шатает. Блинкайся, братанчик. Блинкается Хеллрейзер. Убил Баншу. Заходит к Блю Чизу на вторую. Здесь 4 КСМа. Все они минус в итоге, этих КСМа. Залетает еще одна Банша. Сталкеры кривовато, как-то мягко говоря, стоят. Причем Хеллрейзер спешит рабочих зачем-то на вторую базу перевести. И в итоге их прикрыть там нечем абсолютно. В это время еще три сталкера, до ворсюда 7 приходят. Здесь вообще ничего, кроме Циклона и нескольких Мариков нет у Блю Чиза. Если Циклона убить сейчас, то будет вообще все и нормально. Так, Мариков только надо попустить. Грамотно как-то по Хеллрейзеру делать. Мародеров попустить надо было бы. Так, не получается Блю Чизу окружить сталкеров. Это важный очень момент сейчас был. Банша отдается очередная. Точнее вторая, а не очередная. Очередная, вот летит третья. Но на мейн побоялся что-то залетать Блю Чиз. Но тут Хеллрейзер получил гигантское уже преимущество, конечно, в этой игре. Я думаю, что он его не упустит никак. ГГ в ЛЮ Чиз пишет. 1-1, ребята. 1-2, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Третья карта у нас Третья карта у нас Так, ну что же, ребят, тара Третья карта Hellraiser Blue Cheese Поехали Всем еще раз привет Третья отборочная НГГ года для всех Тут и европейцы могут участвовать Кто нашел, в общем-то Те зарегились Прошли у нас, кстати, уже прошли Несколько европейцев на финальный турнир Между прочим Вот Это Соул поляк точно Это Кто-то еще, возможно, там прошел А, Гуру и Соул прошли Два поляка пока что прошли Может быть еще кто-то Ставит Кыр участвует еще В отборочных Вот Интересно Кыру Он как бы не из СНГ Но он из бывшего Советского Союза Ему запрещено Последнюю квали играть Тут я сейчас подумал Или можно Вот как бы Игорь Еми к нашему региону Относится Вообще запрещено По идее Тут же как бы Все-таки И СНГ там и все дела Так Ну что же Рипер заказан Депушечка Газбарак Был Блючиза Билд В ЦЦ Хиллрейзер Пилон гейт Газбарак В Скиберначику играет Эта карта Глубоководный риф Очень популярная Карта Ну и на самом деле Прикольная карта Получилась Чего Что Не говори То есть Она такая Классическая Бас много Рядом Как бы Мясная Мех Бил Могут Тираны Играть Да все расы Могут Что угодно Играть Вроде никаких Перекосов Нету Там супер жестких Да там По балансу Плюс Это физика Что юниты Улетают Тут она И прижилась Очень неплохо Ну и Живет Хеллрейзер На пяти часах Красный Он просто Облючил Синий тиран На одиннадцати На данной карте Вот уже Нексус почти У Хеллрейзера Готов Сталкера Пробустил Я так понимаю Вот он уже почти Вышел Сейчас Кросс Рипера Встретит Так Ну что Пытается Хеллрейзер Рипера Славить не так Просто оказалось Это сделать Рипер Живет Ну Сталкер Тут дальше Прошел Здесь ПСМ Здесь Марики Вообще Так Интересный Бункер Какой-то Блючиза Такой Прям На рампе Здесь Вплотную К камням Или нет Вроде Не вплотную К камням Вставил Вплотную Здесь Еще Бодопошечку Поставил И все Нормально Танчик Медивак Марики Мастится Возможно Какой-то Выход Марики С медиваком Плюс Танчики Сюда Будет Хеллрейзеру Попытки Его тут Заблокировать Но Хеллрейзер Играет Сейчас Не в Блинк Необычный Билд Играет Он Играет В Робо Бэй И это Будет Колосс Но Колосс Явно Не успевают Сейчас Подстроятся К моменту Выхода Оппонента Его Блючиза Да Марики Идут Вперед А в северном Хеллрейзер Все видит Сейчас Утопса Назад Повел Сейчас Еще Медивак Спалит Что Сюда Летит Будет Спускаться Вниз Разговаривать Да Спускается Вниз Разговаривать Две пробки Риппер Тем временем Оборзевший На мэне Сбрил Хеллрейзер Выходит И медивак Он убивает Оппонент Своему И уходит Сталкером Просто отсюда И строит Не колосса А дестабилизатор Почему Дестабилизатора Ах Успел Залпешник Сделать Марик Минус Так Обсервер Он видит Хеллрейзер Где находится Его оппонент Ну Дестабилизатор Это потому Что колосс Он менее Эффективен На этой стадии Ибо бы Вот Дестабилизатор Дестабилизатор Вышел Он сразу Стрелять Может Переворачивать Бой И проморгал Хеллрейзер Как его Оппонент Ушел Сейчас Я среагировал Вовремя Стопудово Танк бы мог Нагнать Но не среагировал Вовремя В это время Либератор Пролетает На секунду Буквально Какую-то Долю Даже секунду Он попал В видении Вот этой пробки Вижен Но Хеллрейзер Кажется Не спалил Здесь ничего Сейчас у Сталкера Будут заходить Ай как Они заходят Напряженно Здесь Ёма Пробок Покусит У нас Блющист Именно Пробочек Сталкеры Выпилили Все-таки Либератора Но 5 пробок Потеряно А третьего Некса Между прочим Нет Но по рабочим Небольшом Плюсе Хеллрейзер За счет Мувы Тиран Здесь Плюсе Так Я вижу Скорость Призмы То есть Это явный Дестабилизатор Харас Одним Дестабилизатором Будет Вот этим Куда он Поплыл Кстати Не понимаю Эти призмы А Нахрен Скорость Делать Если призму Вообще Не делает Хеллрейзер Удает Призму Вообще Не заказал Дестабилизатор Куда-то Идет Куда-то Хорошо Что Хеллрейзер Контролил Назад Отвел Его А то Мог бы Он приехать Отдаться Здесь Поздние Стим Поздние Щиты Но Все Делается Хеллрейзер Интересно Сейчас Действует Зачем-то Сделал Скорость Призме Хотя Призмы У него Даже Нет А Строит Дестабилизатор Вообще Причем Хотел Закрать Колосса В какой-то Момент И тоже Передумал Почему-то Не знаю Почему И четвертый Уже Дестабилизатор Пошел 1-1 Грейдики Делаются Третий Нексус Делаются Все В порядке Так Ну а тут Блючиза прям такой мощнейший выход с двух бас. Ставит он третью. Коврейзер видит этот выход. Прекрасно. Куда-то залп. Пошли Мариков парочку вывел. Но следующий залп. Три Марика забрал. Вот этот залп ничего не заберет. Понял влющи, что здесь что-то его палят сейчас. Короче, отступил назад. Коврейзер еще один патрон запустил. Пилончик стоит, но пилончиком не видит. Хеллрейзер вот сейчас с другим пилончиком спалят, что влющи зайдет. Куда он идет? А он идет к третьему Нексусу, конечно же. Причем влющи сейчас займет позицию. Танки в СиДже будут. И это, я бы сказал, крайне опасно для Хеллрейзера. Но вот если так, сейчас влющи будет на Мариков на дестабилизаторах сливать. Прикольно. Одного назад отвел сейчас. Ну не достают танки, между прочим, до Хеллрейзеровской базы. Еще один зал дестабилизатор. Еще один зал. Все по одному Марику только Хеллрейзеру получается. Подрезок. Еще один. Ну хоть что-то урон наносит какой-то, и то хорошо. Пилонов не хватает, кладеза очень сильно. А вот это жесть сейчас была. Просто разорвало бедных Мариков нафиг. На части еще кусок Мариков неслабого погиб. Влющи приводят еще не меньше, чем было. Зилки готовятся уже к рыву, по-моему. Но в рыву пока все нет и нет. Уже минеральная линия тут терпит. Танки все ближе и ближе. Может быть пора подраться Хеллрейзеру? Или он считает, что все еще не пора? Хотел сейчас больше подрезать. Не подрезал ничего. Хотя мог и плохую группу на самом деле сбрить. Так, сталкеры. Из быстрого варпа в медленный попер. Зилки прыгают вперед. Сталкерами блинкнуться надо бы на самом деле вперед туда под танки, но Хеллрейзер на Аклике вперед идет. Можно медиваки покопатить было бы вообще. Рок из ПБ настолько нравится, что и капс лочишь здесь в чате, что ли, или что? Не понял. Да я понял, что случайно. Ладно. Хеллрейзер умеет в дестабилизаторах играть. Ничего не поделаешь с этим. Отбил выход в лючиза, ребят. 2-2 грейды. Там одна атака у лючиза смешная. Вообще делается броня. Ну, у Хеллрейзеров неплохая ситуация в этой игре. Я должен сказать, вот 5 птич-штормовичков варпится. Нахрена этот сталкер правда здесь нужен. Можно было бы сейчас слить архонов просто 3 штучки. Например, и выход пойти какой-нибудь. Но архонов нет пока. Вот сейчас просканил 3-3. Хеллрейзер уже грейды заказывает. Ой-ой-ой. 3-3 на 1-1. Это вообще жесть будет в ближайшей перспективе. Так, сейчас дело тут пройти не может, чтобы камни убить. Так, зелки и царские у мариков увидели, окружили, залетели, весь дроп порубил Хеллрейзер. 135-41 по лимиту. Так, здесь попытка дестабилизировать ситуацию. Хеллрейзер хочет лодку раскачать по ходу дела товарища Блючиза. По бункеру по КСН, поэт можно вот сюда зайти просто шу-шу-шу-шу-шу. Четыре сразу патронов пустим утомкать. Сейчас уже три дестабилизатора осталось, и они бы минуснули патроны просто депохи сразу три штуки. Так, а где штормовички-то? Не понял. Пять штормовиков потеряно, ребят, я без понятия кто их убил. Видимо, кто-то из дробов блин пришел. Другого у меня объяснения нет, но это ценнейшие пять юнитов потеряно Хеллрейзер. Блин, вообще какая-то зачем так у него вообще не знаю. в смысле потерял зачем он этих юнитов. Опять по бункеру прилетает. Опять дроба заходит. Что ты будешь делать? Телепорт надо делать, Хеллрейзер делай. А, здесь нет энергии, ё-моё. Колосс приходит, включится на халяву просто здесь. Просто на халяву убивает них. Сейчас колосса еще подрежут. Призма прилетела, но надо колосса в призму было сажать, а не на муви бегать здесь. Примениваха, дробь. Вижу прочим, Нексус канцел. Успел отменить? Не знаю. Не знаю, успел ли Хеллрейзер Нексус отменить. Возможно, что даже нет, потому что я не видел, что он отменял. Просто у него 900 ресурсов, минералов было. Но было ли это 900, как бы у него такой гигантский стэк накоплен, или он Нексус отменил, а там прибавилось. Я не уверен в этом. Ну и что-то, несмотря на то, что Хеллрейзеры 3-3 апгрейды подъехали, у Влючиза намного больше бау-лимита, либераторы там всякие, и т.д. и т.д. и т.д. Дестабилизатор, Харас, исправит ли ситуацию? Можно на мейн попытаться залететь, например. Сейчас может Хеллрейзер призму просто отдать, и он отдает ее. Хорошо, хоть 3-3 грейды есть, колоссы есть, архоны есть, но надо не сидеть тогда Хеллрейзеру, а что-то начинать делать, иначе беда будет здесь. Есть, ну то есть здесь оборона вся на четвертый, можно сюда прийти, можно сюда прийти, можно в любое направление сейчас прийти просто. Ну, колоссы предпочитают Никсуса восстановить, и посидеть, подождать, наверное, выхода оппонента, скорее. А ведь здесь шакалит, этот дроп все еще ходит. Блючис, добровольца послал. Хотя нет, он не доброволец, это блючис послал. дроп на мейн, заходим, неплохой дроп, между прочим. Так, Хеллрейзер значительную часть юнитов телепортирует на мейн, и здесь дропы встречает, тоже неплохо. Туда под одного зилка было бы достаточно, чтобы этих двух бандитов порубить в салат. Ну и четвертый Нексус заблокирован. Хеллрейзер понимает, что ему драться надо, конечно, понимает. У него хороший лимит, у него прекрасные апгрейды здесь просто. Пошла атака, дилоты, сталкеры, все идет вперед, дадь архоны, колоссы, жгут, танчики падают, либератор вообще на минеральную линию что-то разложен, что-то на минеральную линию разложен. И дроп рабочих вырубает всех просто, е-мое. Сталкеры еле-еле мариков убили, а марики пилоны тем временем подрезали. Врыв наверх от Хеллрейзера выгоняет этот дропчик. Четыре Никсуса надо сразу же просто заказать пробок и забустить их. Как мне кажется, вот во всех Никсуса, ну не во всех Хеллрейзер, но в нескольких забустил. Пробки строятся, вроде как быстро штучек плюс штук восемь где-то прибавилось, а сейчас еще больше будет, но там особо-то больше, наверное, не надо. Вот до варп идет сталкеров, боевого лимита больше, это важнее, чем другие параметры все. Вот Хеллрейзер пришел, а сейчас будет минус ТЦ, а пятая, ребят. Надо агрессивно подлинкнуться, опа, хорошо, блин, сел, сел, шел медведь в полюс, увидит машина, говорит, сел и сгорел, это про пробок сейчас анекдот был, и про Влющиза, который засадил рабочих, типа сейчас увезу, а в итоге медивак отдал, и они даже не пришлось лишний раз стрелять, сталкером, все погибло просто в этом медиваке, что все, что нажито непосильным трудом было Влющизом. Так, танчик на мэне, вот это, кстати, танк мог бы издалека там из-за зданий пулять и пулять. Кстати, здесь какая-то атака охреневшая просто со стороны этого дропа. Надо зафетбэчить медиваке, хеллрейзер их фетбэчит, все, теперь, конечно, получится, скорее всего, отбиться. Так, под батарейку отошел хеллрейзер, чтобы батарейка там полечил юнитов его. Танчик есть, отойти, надо наверх, позиция кривоватая, я бы сказал, у хеллрейзера. Вот, он надо танк подрезать, сейчас это очень важный момент, подрезать танк, потому что он демеджа много наносит, танчик подрежь, хеллрейзер, что ж ты творишь? Хеллрейзер танк не подрезает, отблинкивается назад от танка подальше, сейчас. Куда-то лезет, Влющиз вниз, куда он так лезет-то вниз? Кстати, лез-лез и все убил. Г-г, хеллрейзер пишет, ничего себе, 2-1. Вот такие вот дела. А с кем Блющиз теперь будет драться? С Крым, кстати. Кррстрейнджа 2.0, ничего себя не дают, вообще охренелись, что ли. Похоже, у нас намечается, а, ну точно, один, один, короче говоря, человек будет точно, ну, не из СНГ. Опа, и Рейнер играет у нас сегодня, где Рейнер? А, Рейнер играет, да. А вот это уже интересно. так, ну что ли, Блющиза Крыра посмотрим мы. А Кул с Алексом 0.07 бьется, кстати. или нет? Похоже, что нет, как может быть Алекс 0.076 минут в игре, а Кул только 4. А, ну может он, может он раньше хост создал, конечно. конечно. Правильно написано, а, там, 2E, наверное. Конечно. Продолжение следует... 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 Так, всё, пошёл. Пошла игра. Странно, почему-то создал. Я не мог сначала прыгать, только потом смог прыгнуть вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, не знаю, ребята. Короче, вы... Мне... Я... Мне выгодно, чтобы вы могли смотреть мой стрим с любых носителей, как бы, с гудгеймплеера. И это очевидный момент, но... Ну, то есть, вы пишите подробно просто на саппорты и вообще на гудгеймы, вот в эту майкеру, там, блин, на мыло, что там, где меняемся к лучшему, какая-то херь про это всё, потому что, ну, пусть это делают, как бы, я даже если напишу в конку, то есть, это всё проигнорировано. Ну, не то, что проигнорировано будет, я даже не знаю, как бы, там никто не ответит, я не буду знать, там, взяли ли это, как бы, на заметку, там, или не взяли, как бы, то есть, вот в этом всё и дело. Вот, когда можно врубить твич, я всегда его врубаю, это очевидно, как сегодня, вот, ну, в любом случае, когда будет, например, рестрим, то ни твича, ни ютуба не будет, ничего, как бы. Так, сетку скидываю, пацаны там просят. Я здесь, среди теней. Так, четверть финала уже везде идут, кстати. Я здесь, среди теней. КРР 1-0 ведёт здесь, пробка, кстати, у него сныкана, один сталкер вперёд идёт. Второй строится дома. Вот он пришёл, кстати, минус Марик. Минус-минус. Вот такая СМ-ка тут есть. Сталкер на халяву, кстати, к рампе подошёл, рипер чё тут летает, а чё рипер тут летает? Можно было вот этого рабочего срезать и потом только уйти. Чукар бежит-то и вообще ответь ты ему, псс. Вхренеть, рипер ещё сталкера чуть не убил, чё за бред? Это вообще жесть бы была. Блющист разошёлся со словацкого рипера пистолета. Пив-пиву стрелял там и очень неслабо. Так, пошла одна ещё батарейка. Запрыгивал рипер на мэнди, здесь есть позиция. Ну, тут два сталкера были, принял всё. Делает блинк в этот раз, кстати, прок, она то ли уехала, то ли её до этого рипер нашёл, я так и не понял, если честно. Вот, в итоге прок с пилона не будет, но зато будет блинк. А здесь очень похоже на... А, это не очень похоже, это и есть какой-то выход танки Био плюс пара медилаков вообще. Био плюс пара медилаков. Так, ну что, пилончик тут пошел. Зилков варф идет, ну, так пока крост стационарно стоит тут, в общем-то, в оборонительной позиции, я имею ввиду. Рабочий 16 на мэнни, 17 на второй, остальные все лишние на третью погнали, на третий нексус. Бустится колосс, и дальность колосса пошла. Кстати, есть форжа вообще? Форжи нема пока что. Сейчас будет форжа, ближайшее время, наверное, заказано. Хороший пилон здесь получился, выйдет выход, в итоге. Ну, кстати говоря, выйдет-то, видите он? Ну, а что он сделает вот этим танком с мариками, которые уже здесь рядом находятся? А, агрессивный блинк, минус два сталкера только здесь, может, сделать сам себе. Пилон надо этот отменять, строящийся нексус уже. Все, можно было бы буст потратить, это единственное, наверное, полезное, чтобы он сделал за свою жизнь нексус. Ну, куда его тратить? Да вот, например, раньше колоссом, не знаю. Первый колосс готов, но первый колосс здесь и ничего перевернуть не может. Вот ты и идешь, очень аккуратен, он здесь должен, я признаться. Филдами тут мариков огораживают, пытаются срезать, что будет дальше? Тут кушать, блючиться, интересно, или нет? Чекер делает-то, а? Он все хочет словить момент, видимо-ка, а оппонент его отступать будет, а блючист никуда не отступает, еще и юнитов в кыру слезает. И вон еще кой прирост пошел. 40 мариков, 5 танков, 4 мегивака, 10, 2 колосса, 13 сталков, и тут нечем убивать всю эту фигню. Сейчас через 4 секунды будет рейндж, попроще будет, конечно, контролить. Ну, сейчас танчики ближе подойдут, и вообще тяжко будет тогда. Так, еще ближе танки, погнали. Три складываются, два здесь есть. Ох, сейчас на газ наломятся, блючист. Пошла атака, блинкается агрессивно вперед. Гвардия ночью сильно решает, сталкеров упустят танки. Достаточно эффективно это делают, колоссы жгут мариносов. Хороший блинк агрессивный вперед был. Один медивак забрал, но только один медивак. Остальные ушли. Ну, 95, 110, и рабочих чуть даже больше упротся. Это значит, что можно биться и нужно. Но грейды по нулям, и меня это сильно беспокоит. Лучше-то 1-1 сейчас будет био здесь у блючиза. Куда-то прям, что вообще, в разменшу собрался играть. Проморгал, как блючиста вперед идет. Сцеху отменил. Сюда будет, на вторую заходить. Так заходи сюда, скорее, и ТП домой потом сделать. Просто и все. Ё-моё, долго, очень долго здесь тянет резину. Проморгал он, что оппонент его ушел уже. В лючиз уже приходит. Ну, можно сейчас что делать? Можно выбрить здесь все на второй, например, базе попробовать. Сбрить Сцеху и ТПшечку на мейн сделать, например, попытаться. А энергия есть? Есть. Энергия вообще как бы... Ну, кто не спешит, кстати. А, он в полную размену решил играть. А почему бы и нет? Здесь Мариков на халяву подрежут, между прочим, с танками вместе. Видите, КСМ-ки тоже сольются. Лимиты неравные, конечно, будут. Но приблизятся друг к другу более-менее. Боевой-то лимит почти что одинаковый. Грэдэ 1-1. Здесь по нулям единственным. Здесь три колосса есть. Это очень неплохо. Но, смотрите, КР очень сильно тупит. Он не увел ни один юнит не увел отсюда. Очень печаль-то. Кстати, Даршайн у него был. Нет, сейчас уже точно его нет. Один Дарк бы здесь выиграл бы игру, потому что цех не осталось. А, нет, одна осталась. Я вам наврал, ребята. Одна цеха все-таки осталась. Колосса убивают. Здесь сталкера убивают. Надо цех убить. Но у КРа-то больше нет зданий, помимо Нексуса своего вот этого. Если он сейчас срочно не телепортнется назад, то он проиграет игру. КР, давай домой. Бегом. Беги, бегом. Ёма, ничего не поделай. Здесь кровь. А, у него есть. У него есть напилон. Ну, слава богу. У него есть напилон. Так это ничья, походу. Это уже стопудовая ничья, ребят. У КРа не будет сейчас... У КРа не будет сейчас воздушных юнитов. Здесь есть мертвые зоны, где сталкерами не сбить. То есть, либо тиран побеждает, либо ничья. Потому что, ну, КР может убить эту армию, но здание он уже никак не собьет. Что если, блин, ничья сегодня? У нас даже одна подъехала, я смотрю. Надо еще один газ на мэне попилять сейчас. Все нормально будет. Здесь твайлайт остался. Мне кажется, КР мог успеть просто все собрать в кулак. Телепортнуться вот сюда, и он бы победил этот замес. Как мне кажется. А куда полетел? А, ну одну оставил, молодец. Одну оставил, здание все-таки у нас влющит. Пытается с бачку зайти. На мэне пробка есть. На бывшем тирановском мэне. Она будет этот... Она будет газ при необходимости заказывать. Ну и все, все встали. Я жаль, что я не судья. Так, ну и все. И стоят, главное. Хоть бы спросили, может, ничья, типа, друг у друга. КР спрашиваю, будешь атаковать или ничья? Он говорит, я пока думаю. Думает. Но ему можно проатаковать, он все равно ничью получит, КР. Я имею в виду, ну вы поняли, конечно, это... Блючиз, естественно. Кстати, у КР один газ сегодня, да? Второй на мэне будет. Второй ставят сразу же на мэне. Там одна депуха, кстати, у Блючиза еще есть, я смотрю. Ну, я не знаю. Можно попытаться Блючизу взять всех юнитов? Вот реально, у него есть шанс какой? Взять все и попытаться райкликнуть газ. Вдруг убьет. Ну, а как он сюда быстро может попасть? То есть у него меди... А, хотя у него много меди-ваков. Ну, тут тап-сервер сверху есть, поэтому... Просто напередропим, меди-ваки будут сбиты и все. А юниты на мэн, кроме как по рампе, по-другому не зайдут. А здесь есть чем прикрыть, как бы, получается. Танк уже готовился стрельнуть, но сталкер, штыч, крык, рад, блинк, прикольно сталкера этого. Так, так вот. На, чокар боится-то, тут два танка, просто их убить и все, моряки, ну тут никак три колосса не пробьют они, ну при всем желании, 22 юнита убил колосса, 19, кстати говоря, и 27 вообще ветеранища, просто пункт, пошел вперед в лючис, ну тут развалится он, естественно. Все, попытался ничья, прикиньте тиран и халява какая, с Данем улетел и у него есть последний шанс подрезать здание, а укротся за шляпу у него есть, а не такой шанс, вот что. Ну что же, веселый матч получается, две игры, а счет 1-0 пока, ничья. Коу убил Алекса, 2-0, Рейна раз, ждет он Дрейнарина, сейчас, кстати, Коу, получается, сквалифицировался. Сквалифицировался, получается, он на основной турнир. Здорово, Орандыч, здорово всем, ребят. Согласен, Микроорс, но мне как показалось, ну вы сами все видели, ребят, в этой игре. Я думаю, что если бы Кртелепортнул туда сталкеров колоссов на Нексус 2, в то время как Цецехи здесь отменил, у него был великолепный шанс победить, потому что у него Нексус остался. Но как-то не получилось. Здорово, Зарабубу, здорово всем, ребят. Интересный у нас такой матч тут получается, как вы видите. 1-0. Валькир, ребят, катализатор, реванш. Позициями поменялись, пацаны, поехали. Попытаться убить газ надо было. И как ты предлагаешь убить газ? Отсюда всем простим патчиться и рад кликом газ зайти. Но было бы не лучше, чем здесь, на самом деле. Вот. А если залетать под абсервером медиваками, дропаться на газ, то сталкеры просто собьют половину медиваков, остальное просто в фарш превратится за секунду. Невозможно было покуснуть газ вообще. Ну, ЦЦшку, да, если бы ЦЦху увел бы. Была бы ЦЦху у тирана, он где-нибудь здесь бы сел, просто минералы выжирал бы и... Все, он развивался бы. Ну, на самом деле, Кира была столько армии, что он мог просто спуститься и убить тирана здесь, как бы. А потом оставить небольшую группу здесь, один колосс и несколько сталкеров там, или два колосса. Лучше, на самом деле, пару колоссов и немножечко совсем сталкеров здесь, и побольше сталкеров и один колосс там вдруг, ну, вот, идти искать, как бы. Ну, это все теория теперь уже вообще. Понятно, много стратегов у нас объявилось сразу. Здесь. Ну, единственное, я думал, что просто все делалось под офсервером. Можно было попытаться сделать что? Загрузить как-то вообще скрытно, увидеть, где опс находится, увидеть, что он здесь, например. Растянуть мариков вот так вот отсюда, досюда они растянуты. И понимая, что опс находится здесь, и вижен у него где-то вот досюда, до Нексуса. Вот здесь хитренько, хоп, 8 мариков загрузить, через шифток так оп, оп, сюда куда-нибудь дропнуться. Здесь разложиться, дать бой, а в это время на стиме сзади вот отсюда отбежать и врать кликом в газ. Вот так все, у меня других здесь вариантов нет, но, понимаете, даже 8 мариков стимленных 1-1, они быстро газ не убьют. У него хп 900, как бы. Причем здесь поля снимаются, там по 7 марики бы били бы дэмэджи каждый, а здесь по 6, ну здесь броня одна по хпнчикам зеленым. И в итоге, я думаю, что навряд ли бы успел бы здесь каким-то образом фокуснуть Blue Cheese. Ну все, это уже в прошлом, бля, давайте следующую игру смотреть. Та же самая карта, ничья была. Рипер, Газбарак, Рипец, Сашиков, Октав, Стархорд играет у нас Blue Cheese, подобно предыдущей карте. Кыра играет пилон Гейна Снегу с Кибернетчиков. Твайлайт, блин, тоже стандартно, абсолютно. И вот Рипер первой потери в игре, Рипер пробку на центре, которая искала Прокси какое-то там, или я не знаю, что она здесь искала. Может, хотел сам поставить, хотя некое она здесь Прокси могла искать под тираном. Наверное, может, даже Кыр хотел какой-то пилон поставить на блинке, там что-то сагрессивничать как-то. Ну, можно пилон поставить и не делать агрессии никакой, но если у тебя есть выбор, это всегда хорошо, на самом деле. Продолжение следует... Такс, ну что же. Залетают две минки сейчас от Blue Cheese. Перереагирую. Опа, хорошо, Медивайк сбил. Ай, две пробки, минус, неприятно. Минки никуда не денутся, современные уже. Потому что они не могут быть... Они невидимые, а невидимые становятся, когда стреляли. Пробку спалил сейчас, Кыр, ну нафиг он. Че он творит-то пробку, иди! Так, еще тристалтер делает. Бункер пробил, смотрите. Это очень плохо для тирана. А прикиньте, пилон бы здесь был. Слушайте, Блю, чисто развалился, ребят. Это 2-0, Кыр. Не стал он дать разменов, пока тиран разовьется в этот раз. Просто пришел и убил все. Хлам. Гэ-гэ, Блю, чисто пишет. Вот так вот просто Кыр уничтожил своего оппонента. Но в бою 3 при счете 2-0 было три игры. Такое бывает не очень часто, но бывает такое, ребят. Так, а что у нас с сетки здесь? Так, а что у нас с сетки здесь? Так, а что у нас с сетки здесь? Там димага еще бьется. Спасибо. Так, ну что, прошел Рейнер уже. Посмотрите, у нас еще два европейских игрока. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Димака там повтор смотрит. Проиграл, что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, ну мы одновременно это постримим. Действительно, возможно... Продолжение следует... 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 Ну все, Димак и Кр, ребят, поехали! Наконец-то начинается игра. Субтитры сделал DimaTorzok Так, с рекламку пилю. Помните по этому про отблог и про поддержку. Естественно, подписывайтесь на премиум. Поддерживать меня, мой канал, по возможности. Димага против Крр, он же Крр, он же литовский игрок. Ну и наш старый добрый Димос, который прошел таки финальный турнир. Ну что же. Рад, что еще два не СНГ игрока прошли. Точно Рейнер и Крр, Протса, Зерк. Бьется у нас Димага. Прошел точно он. И Коу прошел еще. Короче, два Протса, два Зерка с сегодняшних квалификаций прошли. Четвертая квалификация будет. Следующую субботу получается, и там только СНГ игроки будут играть. Чуть пробку не отдал, Крр сейчас один укус оставался от дрона, но не успел кусить Димага. И, кстати говоря, посмотрите, у него какой билд. Третья до готовности пула. Хата очень-очень ранняя заказана. Переводит всех дронов с газа. Кто там лает? Такой Чарлик лает. Переводит всех дронов с газа. Королева на второй тоже начин... А не, один на газу остался. Королева на второй заказа на базе. На мэйне чуть-чуть позже она будет заказывать. Пока ресурсов нет, пока все в дроны вкладывается. Пока личинки есть, конечно, надо дроны строить. Еще и Увера Димага делал. Почему Увера-то вот сейчас же... Сейчас же на королеву плотало ресов. Е-мое, закажи, что ты королеву-то. Вторую. Странно это все. Дарова, Гекс. Кто-то тут такой за деловек-то бегает. Деловой тут. Подлаивает тут, бегает. Ну, иди на окно. Разбирайся там с бандитами этими шерстяными всеми. С ними шерстяными. Так, ну, два адепта зашло. Одного... Одну собаку убили, а не Димага. Еще тут Лингов хорошего количества заказов вообще. Так, завязывайте там, короче. С этими всеми обсуждениями. Так, Оракул прилетел. Еще два дрона сбрил у нас. Здесь Фениксом принимает оверов. Что-то у Димаги. Как? какие-то проблемы. Адепты выпилили 8 дронов. Непонятно, чем Димаг вообще сейчас занят. А, у него лингов 26 строится. И Бейлинг Несс делается. Главное сейчас не ошибиться. Здесь не отдаться каким-то нелепым. Так, здесь адепта. Димага прибегает, видит адептов и убегает сразу же отсюда нафиг. Не надо собак этих... Где 7 бейнов-то делать, смотри. А что Димага делать за это? Какие-то 7 бейнов дома. Вот здесь бы с Диэлбэйном где-нибудь сныкал бы, привел бы сюда собак и просто бы убил бы уже нафиг, короче. Димаг предпочитаю. А, то есть это полуоборонительный получился билл. Бред. Ну что, адептики падают. Димага продолжает строить рабочих. Линга Бейлингов под масел. Там у Кыра, кстати, архивы темпларов делают. Сейчас можно будет чарш еще сделать адептами харасить, а зилко-архонами, например, давить пытаться. Вот призма полетела. Сейчас будет мейна, видимо, хараскует. Гидродем Димага делает. Но почему такие поздние эволюшены? Не знаю. Газ надаль начинает добываться. Так, полуобупилки, ты сегодня не понимаешь, что там. Пока на 20 минут выпиливаю тебя. юморист хренов, ё-моё. Так, ну, люркер Дэн Димага делает, ребят. Он хочет люру получить в перспективе ближайшей. Ну, люра, кстати, это очень неплохо, особенно против того стиля, что сейчас играет Керунь. Он вообще и без колоссов играет, и мортлок немного. Адептов адептов мастит, зелков мастит. Так, броня пошла. Надо выдвигаться Димаге вперед. Правда, у него лимита меньше, чем упродство, и мне кажется, это очень опасно таким моментом. Какая у тебя лимита меньше, чем упродство. лимита. Да, здесь. лимит, и у него лимита вперед. Погнали, я смотрю. Крсам идет Димаге. Это плохо, когда к тебе брод сойдет. Люру уже не будет, ну, никак не будет не применить эффективно, действительно. Потому что эффективно ее применять, когда ты уже оппонента убиваешь. Дани ему расчехляешь, там, и т.д. и т.д. и т.д. Здесь Димага прекрасно видит то, что творится рядом с четвертой своей. Заходит сюда. Так, Люра копается. Штормы по Люре пошли, но она, поверьте, свой дэмэдж уже внесла. Димага здесь все убил практически. По лимиту сразу же в плюсь талов, как Беллинг там царский зашел. Вот, жесть просто. Ценейшие все штормовички падают. Димага гонят. Оппонент, что отсюда вон по штормам, правда, гулять не надо так неаккуратно. Люркеры копаются. Все штормовички падают. у Хархона ойтих и Морклов пытаются телепортнуть. Одного телепортнул, а один еще на муви пришел. Вот дела. 155 на 98. Кажется, димага подловил своего оппонента, причем очень жестко сейчас он подловил. И здесь одни зелки фактически в миксе. Люра вкопалась. Люркер правда дэмэдженый, надо аккуратнее димаги быть намного аккуратнее. Предельно аккуратными всток. Люра еще ближе подходит. Сзади два люркера плюс аморфикса. Штармы есть или нет не уверен. У меня падает уже третий никс во все. Ну все, если сейчас потеряет никс, печаль будет. Еще два люркера приходят, тоже копаются, димаг назад отходит от зелков прикрыть люру. Здесь аморфик непонятно куда стреляет, гидру не в люру. Участвует в переконтроле люркера. Это 1-0 димага, ребята. кажется, это победа. GG. Считается голограмма 16+, 16+, да, 18+. Так, ну что, вторая карта нам нужна, один молодец, 1-0 повел. Ну как-то картон странно напал, странно сконтролил, если честно. Вообще лезть не надо было отойти спокойно и ждать димагу вне крипа как бы пытаться с ним биться. Ну, полез и развалился в итоге. Что тут говорить-то? С pontой. С pontой. С pontой. С opposite. С pontой. Привет, повед, привет всем. Так, ну что, Дима 1-0, ГЛКФ, ГГ, пища зон. Пилон Гейт в стеночке снизу, путь на Аэро у нас карта. Пилон Гейт, ГАЗ, Нексус Кибернетчику, соответственно, билд у оппонента демаги. Здесь Дима видит, как пробка к нему идёт. Ну, при таком раскладе не стоит, я думаю, ставить 3 хаты до пула, например, если пробка сюда едет. Ну, и Дима, да, 17 хата ГАЗ, пул у него билд получается сейчас. Стандартный. Так, что здесь происходит? Наши зонды напали. Ну, рубль какой-то мне тут на карту прилетел. Спасибо всем сразу же большое. Вот, не знаю от кого. Ну, спасибо. За поддержку, ребят. Короче. Третья хата делает, демаги здесь раскачивают базы тоже. Третья до готовности пула получается была. Плей-офф Бэйстрейт 20-го числа, по-моему, продолжение будет. Завтра ОСС Мастерс номер 108 будет. Ну, точнее, СЕ Мастерс Кап номер 108 будет. Но завтра будет РУС Брэйн Кап финала сезона по первому Старкрафту. Уже на Гудгейме есть этот турнир. 60 тысяч призовой. И он будет пополняться, естественно, теми, кто будет поддерживать. Не знаю, правда, сколько там будет, кто поддержит или нет. Приходить завтра в 12 часов дня смотреть. И завтра в 16.00 Шаут Крафт Кингс такой турнир. 20-1 там будет очень долго. Он будет идти и много там матчей, соответственно, будет. Так, 33-36. Вот сейчас одна у дрона вперед даже вышла у нас демага. В общем-то, дронится, делает Веллинг Несс для надежности на второй базе. На третьей Хатюш тоже рабочие появляются. Вот сейчас три овера демага в прок заказал, чтобы лимит был. Ну, а здесь у нас интересный билд. Вот у игрока литовского сыра, он... Ну, спасибо, Яндек, это ты, я понял, короче. Спасибо тебе. Я и смотрю, что тут пока не пришло. Только пока сам факт. Пришел смс, кто там сообщений каких-то нет. Спасибо за поддержку, конечно же. Вот. Квалификации, к сожалению, в этом году, блин, пересекались с другими турнирами. Немножечко мы не скоординировались с этим, в этом плане. Потому что мои первые две только урывками как-то стримил пару матчей там. Вот. Но эту постримлю, я думаю, наверное, в следующую субботу, не знаю, будет там пересечение с чем-нибудь, посмотрю. Если не будет, то тогда отлично. Если будет, может быть, на более позднее, немножко время сместить флалию. Это не знаю. Уже все мастерска, возможно, будет. Хотя он, наверное, за неделю за это пройдет, не знаю. Ладно, разберемся. Еще в Ardi Invitational у нас такой турнир будет. Christmas Invitational. То есть из игры там тоже будет. Он явно проходить когда-то. То есть надо будет с этим координироваться, турикам. Еще много, короче, что будет. Ну, тут зилки пришли на чажа. Димага спалил. Так, Димага плеток пару строит. А здесь четыре дарка привет передавать. Идут на мэне. Ой, Димага, Реал Гиро. Димага, Димага, Димага. Пару били дарки. Просто дронов немерено уже. Забегая Димага собаками, так они и собак умеют рубить. Так-то эти пацаны мощные, ребята, вообще. Сразу же по лимиту Дима просел. Потери восемь зилков, правда, потерял. Ну, восемь дронов у Димаги. Ну, восемь дронов это, кстати, не супер-то прям потери невосполнимые. Учитывая три хаты. Смотрите, вот сколько личинок. Почему Димага сейчас SD не зажмёт? Почему он рабочих-то не построит побольше? А, он ждал Гидроден. Он хочет против призмы надежно сыграть. Все ясно. Нет, тоже оправданный момент. Потому что здесь Архоны уже сейчас будут летать. Собаками их убивать вообще невозможно практически. Поэтому... Поэтому тяжело как-то будет. Как мне кажется, здесь... Ой, начинают рисовать плётки. Копаются. Гидра выходит. Гидру сейчас тоже можно прозрать. Все попытки погнаться за призмой. Развернул Гидру. Димага. Один Архон падает. Второй Устит. Упасть! Хорош. Ну, хоть Архонов забрал. И то хорошо. Но по рабочим полная печаль. На мэйне ещё такая пачка стоит. Вообще ничего не делает. Жесть какая. Хорошо, хоть направил. Сейчас надо сразу дронов устанавливать. Пытаться вообще. Хорошо. Так, финал ЗВЗ будет. Да вот что-то пока не факт, что ЗВЗ. Хотя я хотел бы, чтобы Дима, конечно, победил. Вот. И вышел в финал. Но что-то пока что... Литовский игрок в этой-то карте ведёт. Он может запросто сейчас сравнять счёт. А дальше и... Третью, например, взять. Но это ещё только всё в перспективе. Да и Димага сейчас и по рабочему, в принципе, вперёд выходит. Четвёртая нужда. Подумал я. А типа уже заранее об этом подумал. Он уже сюда дрона привёл. Я только думал, а Димага скроют уже. При этом всём он ещё и контролит. А я просто сижу мышкой тыкаю туда-сюда. Легонечко, непринуждённо. Вот. И... Вы видите всё сами. Продолжение следует... Идет выход, ребят Смотрите на мейн какой урыв Очень много здесь сделков Ой, гидра подставляет В итоге Если ура, Димыч не копает Гидра падает, сделки прессуются Здесь пушка хорошо стоит Но эта атака Не только в одном направлении идет А еще и здесь, на дальнюю базу На четвертого Плюс 3 архона, емао, что с ними делать-то Люркеры пока с мейна добегут Пройдет времени немало Похоже, погибнет хата вот эта Да, уже райдкликом ее пытается сбрить Актерера в миксе в этом нет В выходе в этом А это значит придется уйти сейчас Ну, Димага на двух базах Просто на трех Сейчас четвертую будет занимать Правда, грейды по нулям здесь вообще Самое интересное, вообще грейдов не делает Странно Зато четвертый ексус делает Ну, хотя бы одна форжа То есть плюс один Хотя бы можно было ему сделать, конечно Второй робот добавляет Опять призма на мейн врывается Димага тут собирается Бой дать с люры Просто немерено вкопалась Зато зелков Доваров 10 гейтов Просто-у-просто 10 гейтов Так, больше нет бэйнов, кстати Елки прыгнули на мейн Ой, под ударом Лэйр сейчас на мейне Ну, здесь люрам Ну, гейдрей Лэйр выстоит Ну, это отдача была, конечно, от Кыра Так, здесь пришел на третью Два люркера убил И отступил назад Апсервер, кстати, прилетел Нет, меняют Хату димага дальнего, я вижу Будет ли, интересно, в лоб Ну, Леру ломиться Надо бы Да варп еще какой-то сюда И там можно и в лоб будет ломиться Месторождение минералов Иссыщено Так, 9 архончиков 10 Ну, тут много люркеров Лоб не убить 10 люркеров 11-й строится, вообще Меняют Четвертую опять димагикер Ну, вот сейчас он разведет Просто с двух сторон Будет прессовать Люру растянуть тяжело Что так два направления Но димага вынужден Если был бы здесь Апсервера у Протса Так он вообще бы здесь Убил бы всех уже Падают королева Другие юниты падают Люра живет А другие-то падают Добивает Кейлэйр на мэне Здесь он точно упадет Сейчас Справа Столько ресурсов Что он на этих действиях Потратил Но у него все равно Больше этих ресурсов Так, флитбекон Старгейт Димаги 168 лимита Он правильно Не сдается У него еще есть шанс Выйти Попробовать ему Гидра 2-1 Сейчас будет Не, ну тут Нидос бы какой-нибудь Димаги Вот здесь овер Просто вот сюда Нидос пилил Сюда на вторую На третью Все убило Стационарная оборона Нет То есть просто Сюда Нидос пилить Можно убивать сюда Пробивать на мэн Отвести люркера сюда И одного сюда вкопать Сразу эти две базы Заблощить Как бы Ну а на мэн Ну а на мэн По земле Димаги Ну не пройти будет Ну а дома Например Как-нибудь Люру вкопать Здесь на рампе Чтоб последний Ну в размене Хотя бы Например Остался там Хата Если размен захочет Например Сделать По земле Димаг Пошел Два архона На муе Слел Часть люркеров Уже к четвертой Базе Прошла Димага Смещается Сейчас Наверх Но нужно взять Все Быстрее Переходить Тебе надо Юнитами Было бы Позицию Здесь Занять Побыстрее Пока Димага Сейчас Вернется Пройдет Время Почему-то У него Четвертая База Он ее Вообще Не прикрывает Ну все Этот Некстус Отдан Уже Понимает Увел Все На верхней Так как Мне кажется Можно и Зайти Было бы Не успевает Выйти Эти Карер Не успевает Выйти Димаг Копает Получает Шторм По гидре По люркерам Ай Еще Штормы Пошли Нет Ну здесь Штормы Слишком Жестко Решают Имморталы Идет Перо Это Морталы Демеджи Очень много Получает Димага Еще Ближе Подкопался Там Такой Сплэш Проходит Жесть Вообще Падает Треть 167 160 По лимиту Четвертую Базу Димага Уже Заказал А между Прочем 2-1 Грейды Тут И с карерами Гидра Такая Поспорить Может Вообще Смотрите Сгука Здесь Пилон Здесь Такой Саплай Блок Можно Сделать Просто Жесть Вообще Уже Саплай Блок Попер Пытается Воспрепятствовать Димаге Убийству Пилонов Вот этих По боевому Лимиту Диму Все еще Больше Зилки Бегут Димаги Но собаки Их переагрили Ну в итоге Две базы Димага Сбрил оппонент Своему Это На самом деле Не слабо Так Ну вот Экономику Самому терять Ни в коем случае Не надо было Надо развернуть То что здесь Рядом Находится Рабочих Всех отдал Димаг Зачем-то Ай Здесь На муви Димага идет Копает Люру Один падает Люкер уже Так Вбивают Обсервера У этих Интерцепторов Димага Здесь Больше Люры Надо Иначе Иммортл Мне кажется Все Разлог Опять Шторм По Люре Армия Отчастью Димаги Дома Армии Кстати Люра Люры Прям Не ультимативное Количество Здесь Иммортлы В итоге Расстреливают По чуть-чуть Но Кстати Интерцепторы У Кайреров Кончились Пришли Еще Вперед Сейчас Гидралис Кайреры Прирост Тоже Вышли Здесь Есть Фатонки Батарейки Нет К сожалению Иммортл Убил А Кайрера Гидру Наказали 1-1 Все-таки Все-таки 1-1 Чуточек Не хватило Здесь Мог бы Убить Мне кажется Все Курсан Куда-то Полетел Кван Там Полетел Димаги Дальняя Тут База Ну У него 40 Дронов Куда Там На 40 Дронов Здесь Делать Ничего Вообще Ну Все Пошел Добивать Кажется Дима Здесь Забегания Идут Вообще Не закрыт Проход Но Это Раньше Надо Было Начинать Делать Пробовать Потому Что Иначе Видите Сейчас Уже Поздно Как-то Все Получается Так Ну Все Да Здесь 1-1 Ребят Дожимаю Димага Курдеть Кою Реш Корм Есть От сервера Юра Падает Поэтому Архон Плюс Два Еще Два Зелка Здесь Есть 1-1 Третья Карта Нужна Дроп Люркера Да Много Что Можешь Зарешать Могло Быть Зарешать Здесь Два Зарешать Нужна Зарешать Нужна Эта Два Уже Два Третья Уже Могло Два Итандам Два Третья Субтитры сделал DimaTorzok Так, поехали, ребят Так, наверное, Мэджика было позвать Что-то я только сейчас сообразил Они, походу, сидят здесь Не просто так, а закончили, по-видимому Они Ладно, парестримит сейчас Скоро финал уже будет Я думаю, здесь супердолго не будет матча идти 1-1, ребят Димага против У нас такая ситуация Пилю рекламу Пилю рекламу Ну, а вы про адблогер Помните, ну и поддерживайте По возможности Меняемый канал По реквизиту в описании Через плеер Реквизит везде есть Сейчас, кстати, твич включен сегодня Вот, ну что Третья карта Карта-катализатор Здесь Сегодня на этой карте Была ничья С участием Игрока Игрока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Афиг там как проходит опять на вторую базу. Собачками разбирается, адептами. Ну, часть собачек пока живёт. Гидра сзади из-за этого адептов раскладывают, что собачки затанковали. Ну вот ещё адепт, пачка такая неслабая, приходит. Прям к гидру телепортируется. Несколько адептов. Демага вынужден дронов брать. Ну, это ГГ. Ну, всё. Последний гидралис минус. Рабучий и минус. И Демага минус, к сожалению. К сожалению, так к сожалению, но зато в финале у нас будет не ЗВЗ, единственный плюс. Ну, что? Ну, что? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что у нас на третьей квалификации дожили вообще не СНГ-финал совсем. Кстати, у нас финал Бу-3 или Бу-5 на квале? Бу-5 написано. Ну, ладно. Бу-5, так Бу-5. Сейчас, секундочку, ребят, приду. Бу-5... 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 Продолжение следует... 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 Жизнь за айгер. Я придёт славу тобой. Гэ-гэ, ребята. 1-0, Рейнер. Так, почему-то сейчас... Что-то сейчас всё просело люто, как бы. Не знаю, почему, но... Ну, было много дропов. Очень. Ну, сейчас нормально всё будет, ребят. Я уже не буду стоп-старт делать, потому что надо смотреть и запись единую выложить. Ну, что это было, я без понятия вообще. Спасибо. 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 Так, гороведущий. Ждем Рейнера. Чего-то его нет пока. Но Рейнер сильный игрок. Ну все, ребят, все зашли. Вторая игра. Продолжение следует. Все, ребят, погнали. Перестать должно лагать. Сейчас я смотрю, все нормально идет в данный момент. Рейнер повел 1-0. Я даже не смог нормально из-за проблемы этих откликать и отстримить. Ребят, извиняюсь, но были косяки, да, здесь. В чем их причина, я не знаю. В чем их причина, я без понятия, ребят. Час должно быть лучше, потом прервусь я ненадолго перед следующим ивентом. На часочек уйду оффлайн, потом вернусь. А то, ну, может, чуть побольше, чем на часочек. Только у нас время вообще на 6. Ну да, там на час небольшим, может быть, 8 точно продолжу. Посмотрим. Царь горы европейский. Вот. Ну, а вы помните про адвоке и поддержите меня канал по возможности. Не знаю, не знаю, ребят, все. Пу-пу-пу, сейчас все хорошо. Твич вообще оффлайн ушел в определенный момент. Я вил у меня, не знаю почему. Видимо, из-за того, что дропов очень много было. Так как проблема с моей стороны была, не мог ни один, ну, там, плеер работать нормально никакой, к сожалению. Да и хер знает, кто, что там решил. Может быть, винда, может быть и нет. Может, дудосит. Да ладно-ка. Ну, вряд ли. Так, да. Так, ну, сталкер выходит, но он что-то сразу по оверу стрелять не стал. Конечно, он спрячется, этот овер здесь сверху. Это очевидно абсолютно. Вот он уже сныкался. Не видно его стало. И посвятить нечем, если раньше был Мазершип Корр, который очень рано строился летающий юнит. Он поднимался просто и вылетал и подсвечивал, допустим, сталкеру. Так. Шауткрафт отменили завтрашний. Ссылку, пожалуйста, дай. Ну, завтра есть что постримить, на самом деле. Завтра есть что постримить, помимо Шауткрафта. А что именно есть постримить завтра-завтра? Опа. Это чаржа улын, посмотрите. Это чаржа улын. Я бы на месте. Сейчас вот здесь вот газ бы заказал. Этот овер бы спалил бы. Вот он знает, что висит. Вот такие действия надо делать, короче. Газ заказал, сюда овер видит. И расслабляется оппонент, просто смотрит трейнера. Ага, газ ставится. Ну все, беспокоиться не о чем. А там зелки просто подъехали. Так, имморкл делается. Призма сейчас будет заказана. Вот имморкл первый готов. Давайте имморкл, черт побери, еще спалим сейчас на этих всех действиях. А гейты-то пошли в другом направлении. Кстати, прямо рядом с этими гейтами овер висит самое интересное. И... Так, 7 строится, будет 8 гейт-пуш, ребята. Залетает оверок. Сталкером, минус нечто. И вот, что ж рейнер такой невнимательный-то. Имморкл добавляется. Ну, кто-то, кто еще мегрили, это в стиле, наверное, как пауки делает. Типа, здесь еще и моркл в этом пуша будет. Ну, кстати, и билд сильный может зайти. Спасибо, Дэвлин, за ссылку. Разработка завершена. Так, уже в 12-м году будет. Кто такая Оливия, правда, я не знаю. Это Салим Олиги, это шульба. Вот, во-первых, я не знаю, кто такой Оливия. А кто приболел? Мы все знаем, что у этого, ну, не все, может, но многие знают. Я думаю, ой, какой эволюшн просто скиловый был. Ё-моё. Какой скиловейший просто эволюшн был, ребят. Это просто цар-схема. 900 минералов накопилось. Пошел до варф еще 8 зелков. Но тут уже 8-ю зелками не отделаешься. Да, я понял. У TotalBiscuit-то у него уже рак. И, может быть, ему там плохо, я не знаю. Ну, короче, здоровье, мы уже говорили об этом не раз. Несмотря на то, что он призывал бы котировать DreamHack 2014 года московский. Управляется. Гэп, гэп. Гэп, ребят, Рейнер сдержал. Супер эволюшн, конечно, вот такой вот был. Это просто супер было круто. Ну что, ребята. Пока прервусь я тогда на некоторое время. На часок где-то. Вот. Надо покушать, не... И все дела всякие поделать. Ну и увидимся мы, соответственно, чуточку позже. Чуточку позже это будет у нас что? Это будет у нас в районе 8 часов. Данную запись на YouTube сейчас выложу. Все, ребят, до встречи через часочек, короче. И поздравляем победителей и тех, кто прошел. Субтитры делал DimaTorzok.